По моему мнению, самое главное в моем сегодняшнем докладе будет подробно разобрать самые нашумевшие инциденты, то есть причины, почему они произошли и что делать, чтобы не допустить возникновения этих инцидентов впоследствии. Думаю, эта тема будет полезна для любого сектора, любой отрасли, потому что мы затрагиваем инциденты из совершенно разных областей, то есть это и защита веб-приложений, это и доверенное отображение информации, и подмена отображения. Я думаю, с этим сталкиваются все, и с этой защиты могут столкнуться все. Я думаю, услышать про методы защиты от этого будет полезно всем. Целенаправленные атаки – то, о чем мы говорили с самого начала. Вспомни, что это такое кратко. Целенаправленная атака – это работа большой группы людей, большой группы специалистов с совершенно различными, скажем так, компетенциями, и всегда за целенаправленной атакой стоит некий теневой заказчик. То есть всегда, когда идет целенаправленная атака, у нас есть две противопоросочек стороны. Есть одна сторона, на которой будет полезна атака, у этой стороны есть актив, очень дорогой, который нужно украсть, либо эта сторона владеет неким процессом, при нарушении которого будет произведена какой-то вред населению, либо какой-то вред компании, без разницы, репутационный или финансовый, или какой-то еще. Потому что зачастую репутационные риски бывают гораздо более тяжкими, с тяжкими последствиями, нежели финансовыми. Соответственно, у меня вопрос в зал очередной. Какие вы предлагаете методы борьбы с целенаправленными атаками? Как понять, что компанию кто-то взял на карандаш и начал под нее копать?